Споры о том, какой материал предпочтительно использовать для изготовления пищи для бани нержавеющую сталь, либо же чугун, ведутся с момента того, как на рынке начали активно появляться печи из чугуна. Сегодня выясним, как производителям удается угодить и тем, и другим участникам спора. Смотрим далее. С продукцией российского завода Прометалл зрительный канал Афорнаксфильм уже знакомы. Мы рассматривали в своем обзоре чугунную печь с цельнолитым корпусом бахта. Так вот, в ассортименте компании Прометалл есть еще и линейка банных печей, которые также изготовлены из чугуна. Применяется тот же самый хромистый чугун ЧНХ-1, и при этом корпус печи, точнее его топка, также является цельнолитой. При проектировании новой линейки компания Прометалл подошла с той же тщательностью к разработке нового изделия. Им действительно удалось в своей печи совместить свойства чугуна, массивность чугуна с быстротой нержавеющей стали. Ведь закрытая каменка в этой печи изготовлена именно из коррозионно-стойкой нержавеющей стали марки IC439. Толщина стенок 3 мм. Мощностных модификаций печи не так уж и много, всего две. И это атмосфера, которая рассчитана на парильные помещения объемом от 12 до 22 кубических метров. И атмосфера ПРО. Печь с большей каменкой, сама большего размера, и рассчитана на парилки уже от 18 до 32 кубических метров. Печи тяжелые и неудивительно, ведь толщина стенок от 9 до 11 мм. И младшая версия печи, и версия ПРО, которая рассчитана на большие парилки, весит очень много. 152 кг и 160 кг. А вот выбор дизайна уже гораздо шире. Наверное, самый популярный вариант сейчас на рынке – это печь с сеткой. Сетка бывает двух видов, либо из черного металла, либо из нержавеющей стали. Внешне они очень похожи, так как они в любом случае окрашены графитовой краской. И давайте сейчас перепрыгнем. Средний вариант – это отделка из каменных вамилей. Печь украшена тонкими полосками из натурального камня, и сверху на эту печь надевается специальный фиксирующий элемент, изготовлен также из литейного чугуна. А вот средний вариант, по нашему мнению, является, наверное, оптимальным и самым интересным, как по дизайну, так и по стоимости. Этот вариант совмещает преимущество двух вариантов – топового. В нем также есть элементы из камней, несколько вамилей, которые находятся с тыльной стороны печи, и вариант классической сетки, который также позволяет разнообразить дизайн в парной. Ну и, пожалуй, самое интересное преимущество этого варианта, на наш взгляд, – это доступная цена. В отличие от других печей, которые также популярны на российском рынке, в этой печи есть возможность укладывать камни не на пол, а на специальную полочку, которая имеет отверстие, находящееся в нижней части печи. Тем самым выглядит это все довольно эстетично, и есть доступ к низу печи для того, чтобы сделать максимально удобным уборку в парильном помещении. Сама печь с помощью ножек припомнена примерно на 10 сантиметров от пола, что дает возможность беспрепятственного доступа под печь. Но вернемся к конструкции печи. Печь изготавливается из нескольких чугунных отливок. Основа всего – это топка с выносом под выносной топливный канал. К нему крепится топливный канал, который предполагает то, что его можно наращивать. Длины достаточно для того, чтобы установить его в стене толщиной около 15 сантиметров. То есть, по сути, кирпичная стена в качестве перегородки – это совершенно нормально для этой печи. Но для владельцев экзотических бань, у которых в качестве перегородки используется кругляк и довольно массивный, есть возможность нарастить топливный канал, и при этом печь будет иметь привлекательный внешний вид, ведь используются только заводские детали. Та часть, которую человек видит из комнаты отдыха – это, естественно, чугунная дверца. Чугунная дверца тоже не совсем обычная. Большое панорамное стекло и интересная возможность переставлять дверцу с левой на правую сторону и делать открывание удобным для конкретно вашего случая. По умолчанию дверца выглядит так. А можно сделать, чтобы она выглядела так. На передней поверхности дверцы находятся все необходимые элементы для управления горением. Нижняя створка отвечает за подачу воздуха под колосниковую зону. Он необходим для горения топлива. А верхняя створка отвечает за систему «чистое стекло». Воздух, поступая, попадает на внутреннюю часть стекла, на внутреннюю поверхность стекла. И тем самым подает воздух, необходимый для того, чтобы не сгоревшие остатки топлива, которые осели в виде сажи на этом стекле, сгорели при активном горении в этой печи. Ручка удобная, дверца массивная. Внутри полностью по периметру проложен керамический шнур. Две чугунные отливки, которые укладываются на низ печи, формируют под печи. Первая является такой полочкой, которая не дает топливу проваливаться в ящик зольника. Ящик зольника очень широкий, закрывает абсолютно всю поверхность низа топки. И основная отливка, которая формирует под печи, чугунный колосник уложен на эту поверхность. Несмотря на то, что форма топки печи округлая, дрова можно укладывать очень большие. От дверцы до тыльной стороны печи 60 сантиметров. Дрова можно использовать до 50 сантиметров, ведь благодаря тому, что применяется чугунный тоннель, можно допускать и горение дров в топливном канале. Но самое интересное начнется, когда мы с вами вскроем верхнюю часть этой печи и посмотрим, как она устроена внутри. Конечно же, закрытая каменка подразумевает то, что в нее нужно каким-то образом подавать воду. В этой печи предусмотрена специальное заливное отверстие, заливная горловина, в которую вода подается и попадает по специальному канаву в самую горячую точку закрытой каменки. Через перфорацию в этом лотке, находящемся в верхней части закрытой каменки, вода попадает на камни, находящиеся внутри нее. А сама вода попадает в этот лоток с помощью вот этой трубки, которая идет из заливной воронки. Справа от трубки есть отверстие для выхода пара. Закрытая каменка, как мы помним, изготавливается из жаростойкой нержавеющей стали IC439, толщина стенки 3 мм, и емкость каменки в младшем версии 10 литров, что примерно равно одной пачке камней около 20 кг, либо же 24 литра, соответственно, до 45 кг камней войдет в эту каменку. Для того, чтобы получить доступ к закрытой каменке, нужно демонтировать заливную горловину, аккуратно убрать ее в сторону, открутить 4 винта, которые крепят крышку дымового канала, либо коллектора дымосборника, и, аккуратно убрав ее, вытащить закрытую каменку. Как мы видим, закрытая каменка опирается на подобие ложемента, который удерживает ее в подвешенном виде, тем самым дает возможность прогревать ее абсолютно со всех сторон, как снизу пламенем, так по бокам, опять же, пламенем, и сверху уходящими горячими дымовыми газами. Технология, применяемая на заводе «Прометалл», позволяет изготавливать отливки практически любой формы. Этим и воспользовались инженеры компании для того, чтобы сделать отбор энергии у горячих дымовых газов и у пламени максимально эффективным. На внутренних стенках топки нанесены специальные направляющие, которые являются как бы турбулизатором. То есть они как бы завихряют потоки дымовых газов, усложняя его путь к выходу дымохода. Если мы внимательно посмотрим на внутреннюю часть коллектора дымосборника, то увидим те же самые насечки, вихреподобные, которые также несколько усложняют выход дымовых газов, тормозят их на выходе из печи, тем самым они отдают оставшуюся часть энергии в верхней части печи, прогревая те камни, которые уложены на самом верху сетки. Выход дымохода у печи универсальный. То есть предполагается, что можно использовать трубу диаметром 115 мм. На данный момент это самый популярный диаметр труб. И также есть возможность использовать трубы более экзотического диаметра 140 мм, которые надеваются на выход дымохода по дыму. В хорошем смысле слова эта печь является конструктором, который позволяет максимально кастомизировать пользователю ее для удобства эксплуатации. Что я подразумеваю под этим словом? Не только выносной топливный канал, не только перенавешиваемая слева-направо дверца, но и возможность изменить положение заливной горловины в закрытой каменке. То есть в зависимости от конфигурации вашей бани, пусть она будет самая экзотическая, можно повернуть заливную воронку таким образом, чтобы было максимально удобно подавать воду. Для этого достаточно повернуть на необходимый угол верхнюю крышку и зафиксировать ее в этом положении. Кстати, все болтовые соединения в этой печи дополнительно герметизированы кремний-органическим шнуром. Вот так, друзья. Сегодня мы с вами убедились, что сила инженерной мысли способна разрешить спор двух непримиримых врагов. Тех, кто топит активно за нержавейку, и тех, кто топит активно за чугун. В этой печи прекрасно все. Чугунные формы, вся технологичность, при которой изготавливаются ее элементы из чугуна и из нержавеющей стали, и то, как это реализовано. Очень удобно камень находится внутри печи. Остается очень мало места для похода горячих дымовых газов, и при этом остается возможность беспрепятственно обслуживать эту печь и наслаждаться хорошим паром. Все печи про металл, в том числе и банные печи атмосфера, о которых мы сегодня с вами говорили, вы можете найти на сайте farnax.ru. Также вы можете лично познакомиться с этой печью, придя в один из магазинов компании Farnax. Адреса магазинов на сайте farnax.ru, там же в карточках товаров вся информация об этих печах. Ну а зрителям канала Farnax Film я желаю хорошего настроения, легкого пара, и прощаюсь с вами. До новых встреч. Счастливо!